Возраст спорту не помеха. В следующем году в Саратове пройдет спартакиада пенсионеров. Приурочат ее к юбилею победы. С рабочим визитом в наш город прибыл председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Вопросы проведения необычной спартакиады федеральный чиновник обсудил на встрече с губернатором области и министром спорта региона. Затем, как проходила встреча, наблюдала и наша съемочная группа. Сборная команда Саратовской области успешно выступила на первой в истории страны спартакиаде пенсионеров России. С 10 по 12 июня в Чебоксарах проходил федеральный этап соревнований. Главное условие – возраст участников. Женщина от 55 и старше, мужчина от 60 лет. Команда саратовских пенсионеров заняла 16 место из 60 и 5 в Приворском федеральном округе. Обсудить возможность проведения финальных игр спартакиада пенсионеров России в наш город прибыл председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Страны. Глава региона рассказал Валерию Рязанскому, что приоритетным направлением работы власти является забота о жителях пенсионного возраста. Сейчас в Саратовской губернии проживает более 770 тысяч пожилых людей. По словам Валерия Рязанского, в числу претендентов на проведение финального этапа соревнований наш город попал не случайно. Область, отличающаяся своими сельскими территориями, где традиционно вопросы социальной политики по-иному устраиваются, чем в городе. Ну и, насколько я уже знаком с опытом работы социальных объектов, реализации партийного проекта старшее поколение, мне дают основания полагать, что у вас одна из самых серьезных сфер. Это сфера, конечно, социальной поддержки. Подробнее о спартакиаде Валерий Рязанский рассказал на пресс-конференции. Состоятся состязания уже в 2015 году. Ее проведение будет приуроченной к 70-летнему юбилею победы Великой Отечественной войне. Уже даже есть конкретные числа – 10-12 июня. Планируется, что участниками соревнований станут свыше 600 человек. В программе заявлены эстафеты по девяти видам спорта, в том числе легкая атлетика, настольный теннис, комбинированные эстафеты, волейбол, плавание и пулевая стрельба. Министр спорта Саратовской области заверил сенатора, что наш город сделает все возможное, чтобы достойно принять гостей и провести соревнования. Мы покажем все площадки, какие у нас есть. Это статурно-локомотив, это Завездная, это Теннисница, это Кристалл, где мы и предложим остановиться всем участникам. Во-первых, ценовая политика очень удобная. И тут же у нас спортивные залы, там есть и корты. Также это зеленая зона, где можно будет отдохнуть и пробежку сделать. Также в рамках рабочего визита Валерий Рязанский встретился со студентами саратовских вузов. Собравшимся сенатор предложил поучаствовать в экспедиции в Сербский Белград. Там студенты смогут поработать в архивах, где содержатся документы русских воинов, погибших в Первой мировой и, возможно, даже отыщут пропавших за годы войны земляков. Эллада Бжалимова, Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.